На этой неделе губернатор края Виктор Томенко внес коррективы в антиковидный указ. К самому главному, снят запрет на работу кафе и ресторанов с 11 вечера до 6 утра. Также в новой редакции губернаторского указа есть еще одно изменение. Залы кинотеатров, цирков, бассейнов и других заведений теперь могут быть заполнены на 70%, а не на 50, как было ранее. Еще одна хорошая новость новогодним корпоративам – быть. Для вечеринки с коллегами обязателен QR-код. К тому же это по-прежнему главное условие работы всех развлекательных заведений. Это ответственность работодателя, который своим работникам говорит. Я готов для вас провести корпоратив, но извините, ребята, пойдут туда только те, кто привитые. И ждут-то не только рестораторы этих мероприятий. Мы еще должны понимать, что ждут-то и люди. Как раз о темпах вакцинации в регионе Виктор Томенко на днях доложил Михаилу Мишустину. Сегодня заболеваемость COVID-19 в Алтайском крае выше среднероссийских показателей. Каждый день в ковидных госпиталях региона умирает по 30 человек. Губернатор доложил и премьер-министру о непростых настроениях в крае. В частности, речь идет об антипрививочниках. По словам Виктора Томенко, в регионе есть мощности для ежедневной вакцинации сразу 15 тысяч человек. На данный момент полностью привито чуть более 870 тысяч жителей. Еще примерно 130 тысяч человек сделали первую прививку. К слову, для коллективного иммунитета необходимо привить более полутора миллиона. Также губернатор отметил, что система QR-кодов во многом ускорила этот процесс. Количество вакцинировавшихся ежедневно увеличилось примерно в три раза. В три-четыре раза мы видим прирост. И на сегодняшний день у нас около 9 тысяч человек ежедневно вакцинируется. 4-5 тысяч завершают вакцинацию и 4-5 тысяч ставят первую прививку. Хотел бы один момент отметить, что очень важно работать с людьми старшего поколения. Объяснять им пользу вакцинации. Вы сказали о том, что такие непростые настроения. Но, конечно, это самое важное, поскольку люди старшего поколения особо уязвимы. Сегодня медики и ученые согласны в том, что регион должен достичь хотя бы 70% привитых к тому моменту, когда до нас дойдет новый омикронштамм. В идеале 95%. Вопрос вакцинации и прогнозов развития пандемии накануне обсудили за круглым столом ВГМУ с участием губернатора, профессоров медуниверситета и главврачей ковидных госпиталей, которые уже почти два года находятся на передовой. Пациенты, которые погибли, так скажем, чисто по развитию коронавирусной инфекции, которые довели их до реанимационных тяжелых пациентов, длительного нахождения там, это единицы пациентов. Настолько единицы, я зажму только три пальца. Все остальные пациенты у нас не привиты. Пациенты, большинство из них, процентов 60, под 70, сожалеют о том, что они не привились ранее. И это доходит уже в госпитале. Мы же не можем взять наручники и пойти всех лакцинировать. Так невозможно в сегодняшней жизни. Значит, остается только что разъяснять, объяснять, популяризировать, пропагандировать, может быть, стимулировать как-то. Кроме этого, в конце недели губернатор края встретился с работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в их профессиональный праздник 1 декабря. Сегодня регион обеспечивает производимой продукцией не только себя. Две трети выпускаемого объема поступает в другие регионы и за рубеж. По экспорту. Экспорт за последние четыре года продукция пока увеличился в два раза. Мы сегодня продаем продукцию нашей почти на 400 миллионов долларов. И имеем и реализуем хороший набор планов для того, чтобы эти объемы в дальнейшем и росли. В Большом зале правительства региона Виктор Томенко вручил государственные и краевые награды, а также ключи от легковых автомобилей лучшим работникам отрасли. Ирина Корчагина. День с толком.